О мы, жители мегаполиса, как мы мечтаем рано утром, гуляя сами или со своей собакой, как я, увидеть рано утром среди застроенного города хоть небольшой маленький луч яркого солнца, который пробивается средь стен домов и освещает своим светом город. А как бы нам хотелось оказаться в какой-нибудь глуши, далеко-далеко отсюда, где нет домов, машин, людей, и в тишине понаблюдать за восходящими лучами солнца? Но везет, конечно, не всем, но везет тем, кто везет. И вот, друзья, в один из таких дней мы с Джессикой выбрались на Селигере, на свою любимую поляну. Солнце уже осветило елку и ближайшие березы. Оно осветило верхушки этих берез. Оно все выше поднималось над Селигером. Было тихо, тихо и морозно. Шел март месяц. Выпавший снег еще недавно уже растаял, но вчера вечером была небольшая метель, и он укрыл деревья и поля. Мы наблюдали за этим восходом солнца, молча смотрели, любовались и наслаждались. Не всегда такое счастье выпадает даже жителям Селигера, чтобы на небо не было тучек, чтобы солнце спокойно поднималось из-за Селигера, из-за деревьев, и пробивая своими лучами кроны деревьев, их ветки, светила нам и радовала, радовала нас своим теплом, своим светом. И мы молча наслаждались этим. Мы ловили каждый его луч. Каждое мгновение потом мы будем вспоминать долгие годы своей жизни. Это наслаждение на всю жизнь. Ну вот, мы уже и в пути. Я завел свой мини-снегоход, и мы, как обычно, едем проверять крюки. Вон там впереди остров. Его называют Колин. Когда-то, лет несколько назад, он всегда приезжал сюда. На нем стоит маленький домик, уютный, но зимний, без обогрева. Это небольшой навес. А вот и я со своими санями. Все, ребят, едем. Сейчас будем бурить, кормить и ставить палатку. Осталось совсем чуть-чуть. Друзья, погода меняется мгновенно. Пока я доехал, подул сильный ветер. Как бы ни сдуло палатку, я ее уже подвязал, сделал растяжки. Вон мой мини-снегоход. Вон там еще люди ловят. Вот так вот, друзья, я обустроился. Все очень просто. Так как на улице тепло, я пока не подсоединял газ. Вот мой органайзер. Вот лунки. Сейчас будем ставить удочки и начнем ловить. Вот так вот я устроился. Уютно. Ветра нет. Полы постелил. Здесь еще один органайзер. Ну что ж, друзья, все настроено. И вот она первая платвичка. На мормышку 0,22 грамма. Глубина здесь небольшая у меня. Около двух метров. Поэтому вытаскиваем мы все быстро. Так, друзья, рыбалка пошла. Вот и вторая платвичка. Видите? Все потихонечку ловим. Платвичка самая живцовая, самая хорошая. На такую маленькую-маленькую мормышку. Вот так вот, друзья, ловим. Ловим, ловим. Еще одна платва. Хорошо, что нет ерша. А то бывает здесь ерш стоит. Вот замучает он. Для живца, конечно, он тоже хорош, но почему-то мне не нравится. Щука сейчас предпочитает платву. А щука в марте, у нее места мало там в животе, предпочитает мелкую платву. На такую вот маленькую мормышку, совсем небольшую. Вот, друзья, смотрите, какая. Что ж, ловим еще. Вот еще одна платвичка, друзья. Вот еще одна небольшая платвичка. На мормышку, где у меня, видите, два кембрика. Желтый и красный. Ловим, друзья, ловим. Продолжаем. Одна за другой поклевки идут. Дело это хорошее. В тепле, без всяких проблем. Ветер не задувает. На улице тепло. А как вы понимаете, в палатке-то еще теплее. Вот это покрупнее платвичка. Но тоже пойдет. Тоже пойдет, друзья. То, что нам нужно для рыбалки. Вот самое необходимое. Вот такая платва и нужна. Она, если щука ее не возьмет, она может неделю подо льдом стоять. Неделю. Так, друзья, размотка. Я уже приготовил багор, потому что вот сколько раз я уже опускал щук. И отпускал хороших. Вот жаль мне это. Начал потихонечку сматывать. Видите, мотаю. Был небольшой рывочек, значит, щука есть. Вот сматываю, сматываю. Да, вот еще рывочек, друзья. Еще рывочек небольшой. Вот. Есть вроде бы рыбка. Главное ее не упустить. Видите, осторожно. Видите, на рывки попадаю. И в этом месте я торможу. Сматываю, сматываю вам на свою поставушку. Это из металлопласта. Три четверти дюйма. Вот. Вот такие, видите, трубочки. Нарежете их по пять сантиметров. И все. Очень удобно. Очень удобно. Еще рывок, друзья. Еще рывок. Идет с рывками рыбина. Идет. Идет потихонечку. Подвожу ее к лунке. Начинаю подводить. Еще один рывок. Вот. Уперлась. Вот. Назад. Обязательно назад. Мучаем ее, друзья. Мучаем. Не надо рвать. Не надо. Или карабин порвете. Или веревка оборвется. Или у вас поводок. Все что угодно. Вот. Видите. Опять уперлась. Опять уперлась. Не идет. Так. Мой живец пошел уже. Это рядом совсем. Назад. Слушайте. Метров пять отмотала. Метров пять отмотала сходу. Вот зверюга-то. Вот зверюга. Все. Подошли потихонечку. Показался мой первый поводочек. Мучаю. Завести пока не могу, друзья. Не могу пока завести. Стою. Видите. Держу ее там. Назад. Опять назад. И опять пять метров отмотала. Посмотрела на меня. Увидела. И назад. Мучаем. Не торопимся. Пока еще рыбину особо не вижу. Но подвожу, друзья. Подвожу. Вот. Багор увидел. Надо сразу брать. Но не получается. Даже багром не могу зацепить. Взял. Взял, друзья. Слушайте. За килишник. Где-то кило семьсот. Вот такая щука. Вот такая щука.